всем привет вы на канале телемастер 222 в этом видеоролике поступил на ремонт телевизор вестал телевизор снова же после мастерской и телевизор после грозы также скажу то отдали в ремонт нужно блок питания возможно еще что-то починить его не смогли и телевизор попал ко мне на ремонт сейчас его вскрою и посмотрим модель телевизора модель телевизора на экране срок службы 10 лет гарантия 2 года производитель город александр вадимирской области раньше там производили телевизоры рекорд также посмотрим состав блок питания материнская плата так было снимать блок питания и смотреть что с ним когда скрывал крышку обратил внимание что шурупы разные видать ну по потеряли накрутили что есть открутил блок питания и увидел вот такой ожог здесь заходит сетевой шнур вот этим разъемом перевернем блок питания и посмотрим что не так здесь отчетливо видно что-то паяли меня лишим контроля естественно не получилось отремонтировать но сожалению у меня есть такой пойду искать запасной блок питания как у меня был в разборе точно такой же телек разбитый когда-то давным-давно брал ее на запчасти допустим хотя даже если кто скажет замена блока питания это не ремонт телевизора но я буду сейчас проковыряясь блоком питания даже может я запущу а вдруг тут еще и материнка дохлая окажется то что были такие случаи когда после грозы блок питания и материнка выходили вместе и даже было можно было сказать полностью были телевизор на выкид который даже хоть до матрицы и строя выходили были случаи конечно комментарии пишут это не ремонт конечно ну как вам сказать я же просто подкинул блок питания этот телевизор заведется в общем и он тут останется то что он не так же проваляется порылся в своих залежах нашел точно такой же блок питания он даже выглядит почти этого намного когда-то телевизор брал на запчасти сломанным разбитым экраном здесь тоже видим чистенькая все поставлю прикручу и включим телевизор ну что блок питания заменен телевизор запустился сейчас я его собрал поставил и будем его включать в сенсорной кнопочке так прикоснулся все телевизор успешно работает я его перевел на HDMI остальное все живое осталось кроме блока питания так то не пишите что это не ремонт но для вас может на ремонт но для клиента это ремонт он его нигде отремонтировать кто-то его не берет в ремонт кто-то говорит запчастей нет вот он попал ко мне к сожалению у меня запчасти нашлись у меня разбора много всякого лежит которые годами там хранится может я такой телевизор лет 5-6 назад разбирал но к сожалению от него все блоки сохранились хотя вот блок питания нашел поставил даже если вот у меня знакомый работал на технике Вестел гарантийной мастерской если приходит телевизор Вестел по гарантии там просто сдутых два конденсатора пишут на завод с завода приходит ответ вписать телевизор выбросить в мусорку и вернуть либо другой аппарат клиенту либо деньги придет там стиральная машина где-то разбила подшипник там на всего лишь подшипник поменять все писать машину на мусорку либо клиенту также деньги вернуть или другую машинку вот одно из двух вот так вот сейчас идет как говорится гарантийный ремонт где-то ремонтируют ну конечно брендовые аппараты ремонтируют как аужи как самсунг но там тоже все так было питание или что-то материнка или подсветка выйдет из строя в фирменных телевизорах типа там аужи про самсунг там я говорю значит у меня тоже коллеги которые в сервисных центрах работают там значит если сгорела подсветка приходит полностью подсветка и матрица меняют ее целиком все перекидывают даже передней рамкой что уже надписью перекидывают платы динамики заднюю крышку и отдают клиенту телевизор так же и на самсунге так же делается там по на компоненте не будут его никогда ремонтировать телевизор многие сейчас мало что если у кого-то есть время чтоб можно еще и поубивать там на компоненте его поремонтировать телевизор ну раз у меня как говорю не стал я на компоненте его чинить есть блок питания просто его тупо заменил даже бы я починил бы материнку блок питания на компоненте а вдруг материнка неисправна вдруг там матрица неисправна я потерял бы это время много времени бы потерял на это дело тут у меня хорошо есть запаси с разбора блоки быстренько подкинул и он тут остался может нет такой вестер это очень редкий телевизор мне он вообще попадает вестер у марка впервые на ремонт в смысле ЖКшный тенескопников конечно много ремонтировал все коллеги знают где часто выходил БУ-808 транзистор тех да может там ну сказать там может и полусотни и больше их было ремонтировано но ЖК не попадает в первый раз вестер но у меня до этого было видать было у меня там два или три изменилились их допустим разбитые попадали как на запчасти приходили вестеры и вот от них у меня детали сохранились в общем что скажу телевизор отремонтирован клиент это будет удача он будет радостный что телевизор его починят ну и для меня заработок будет конечно вот в общем пишите комментарии ставьте лайки на этом все всем пока спасибо спасибо